фух тишина никакой музыки так что мы где-то на протяжении 25 минут слушали гимны в цг ждали начала следующего матча дождались но как вы видите здесь наоборот вообще никаких звуков нет ни музыки не звуков из игры поэтому только только голос пока что я передал организаторам информацию что уже во второй раз на клинфиде забывают китайцы включить звуки из игры а и мы смотрим с вами матч лавлет против хандра это wcg 2019 групповая стадия в группе 8 человек играет каждый с каждым до двух побед этот матч не исключение вообще на всем в цг что странно кстати все матчи идут до двух побед то есть и в группе и в плей-оффе и и даже е-о нифига си фиксов оперативно китайцы работают класс отписал в конфе а говорит прист настолько они кажется перестарались еще сделали громче чем обычно звуки айда китайцы айда молодцы какой счет счет 0-0 матч только начался и мы сразу наблюдаем с вами двух героев один ну а да козел а другой охотник на демонов так висп вынужденно взорвался кольцо и здесь неплохо серклетка плащик плащик хорош рокман говорит и как теперь сфокусироваться на работе когда тут варик от мишкира а ты слушай фоном я и буду кричать если что-то важное будет олень пробежал мимо оленя ну какой диспел но висп не наш это не наши а вот это наш висп но уже половина энтов в диспель задиспелил кобальда красиво подрезал артефакты как же давит как же давит ловлет вы видели недоконтраливает короче hunter он тут сильно накосячил в этом микро моменте если даже был не микро момент это был ну здесь несколько моментов было да он подрезал кажется кобальда все-таки ему кобальд достался но он отдал артефакты и мы говорим о нейтралах который находится на его половине при этом он отдал энтов и на что-то и все нет что-то еще было что еще было по мелочи хороший берн попытка окружить окружает нет там арча очень битая арча умрёй да умирает арча висп который прикрывает на случай если снова будет прикопка какая-нибудь или или маном на энтов накопится а виспаж еще отдал точно ой хороший берн успевают прикопать висп пытается спасти арчу но это было хотя нет это наверное ошибка арча выживает и убегает шикарно еще один берн на 50 там такие мунвел наверно пустые до полупустые мунвелы арчи вы выпивают последнюю воду из лунных колодцев это там полубиты один к уже в третий метит тут мог быть крип джек но чуть-чуть не добежал до нужной точки а можно было дима по крайней мере тут как-то заставить подорваться хотя он в любом случае 3 вы получил были бы него эти те же самые 150 хп вряд ли его убили бы ты комментатор спрашивает амит а амитом мар морфинус морфинус я думаю да хотелось бы думать хотелось бы верить вот пока камень еще недавно ой-ой прибегает змея стреляет стрелой замораживающий и тут змея и там змея ой бьют змею синюю и телепортируется змея короче я с пацанами играл просто в на работе варик сказали что выходит этот риф в рифаргет и надо готовиться я решил что а игра хорошая то есть я игра раньше в дотку но они стали на развитие можно еще поиграть вот и но батлой пока не ходил там какие-то дикие вообще люди о ничего себе он этого купил лесника купил нарезать сейчас ай это как а так можно было так 61 берн прячется демон хантер хитрый очень хитрый герой по идет вперед лесник его его чинят как его чинят светлячки как он танкует вы посмотрите он прячется потом моноберный снова прячется тимбера купили до тимбер купили он вообще без закупа какой-то странный тимбер давит давит лишь рака протектор сейчас убивают дерево даже не успела выйти на линию отменяет его но вместо дерева должен появиться висп дерево не отменяется висп не выходит очень битая нога пыталась спрятаться хрен ей отличный берна 100 на телепортироваться отсюда юнитов из дотки уграли да ну здесь прям огромное количество юнитов из из доты здесь рейнджер к вот лишь рака взяли вот нага тоже есть естественно у нас ну дуза естественно вот продолжается пуш сейчас магазин отменили к сожалению снова восстанавливает 73 такой моноберн вообще такой неприятный берн за секунду до называется 4 зимка и должен додавливать спокойно если там протектор не успеет достроиться новый тут пустые манвеллы битые герои арчи значительно меньше два шреддера уже смотрите нарезают такой дамаг у них у них 30 60 30 мили то есть без такого конского штрафа главное не подставляться под под дерево хотя не дерево вроде забирают там дим код у ставки став 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 пустите ногу падает дима нога 2 но и и добивают дорезают без димки конечно сложновато но все равно на этом демон хантере очень много всего померла пытается за зайти просто на main возможно ошибка потому что деревья колоссальный дпс выдают на просто разворачиваться как только козел подходит и все и и постреливать по нему спокойно забрать барак короче тут не отбиться не если по пострате да то с одной стороны у нас попытка выйти медведей неудачный с другой стороны классный пуш с двумя шреддерами уверенно конечно гоняет просто по базе на 1010 хавк с инфиграя да ладно на каком болин да как же он не бесит со своими о о хэй хоп хэй лалалай так и перенесу перенесу не ну это это очень важный блин я не могу понять все нашел наконец-то тут правда будут комментатор на заднем фоне так что держитесь будет фон просто ничего страшного а раньше группы были bo1 не на wcg насколько помню никогда не были группы bo1 всегда были bo2 если я правильно помню bo2 и только в последние года кажется bo3 делали то есть ну поправьте друзья вот почему-то почему-то мне кажется что большая часть истории в цг именно группы были bo2 то есть либо 2-0 либо 1-1 все я могу ошибаться какие удобные цвета для мирора ну не такие кстати плохие если бы серенькие голубенькие а тут по крайней мере синий bo1 говорит healthy вспомни зевс лин нифига себе какие вещи ты вспоминаешь ну это видимо было было какое-то дикое событие потому что ну зевс выиграть лином как раз может стрельнуть один из десяти ты еще комментируешь хохо-хо-хо-хо нормально так а кто у нас кто по цветам инфи синенький мы болеем за хавка мы болеем за такого цвета морской волны да иллюзии хорошо оттанковывают особенно учитывая тот факт что элементария тут же в сетку поймали третий уровень архмак получит аналогично хав получает третий уровень скрелов за бист посмотрим куда побежит побежит и зачем самый главный хав побежит так встретились опасный момент архмак забегает на мэйн сейчас так отменяет что-то это была blacksmith кажется а нет или магазин магазин все-таки arcane world говорят а там вопрос тайминга потому что там футмены же биты ооо еще одного элементаря хочет вызвать вызывает внутрь хорошо харасит хавк подходит футменами ну покажите ну что тут же сейчас микроконтроль блин футмены биты очень хорошо отконтроливает тяж двух футменов спасает да элементарий элементарий кажется потерял хавк одного по крайней мере еще одного элемента можно на базе вызвать если там конечно в этом есть потребность я не знаю там арканки вроде не было инфи сразу крипит вот это довольно рисковый ход да там на мэне же беда у нас у него минус фут один еще можно парочку футов забрать минус магазин вот то самое время которое давай 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 нет есть арканка естественно я что-то нет такие биты такой битый фут такой битый раб очень минус раб футмены еле живые посмотрите какие два футмена сладеньких блин не 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 добивает одного скорее всего добивает второго красиво хавк ну хавк блин он контролил ну он немножко отстает по уровню то есть там 4 архмак между прочим но зато и добыча и отбивание а там даже не 4 нормально все 8 футов у инфи откуда столько ну он любит футменов хорошо к ним относится если хавк в это время еще не тупил со своим ну со строительством на базе у нее должно быть все просто шикарно арканки синхронно строятся все есть мил есть магазин живые футмены красиво красиво да 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 по сути он должен сейчас не отпускать просто идти вперед офигеть у него по-прежнему огромное количество футов четвертый уровень получает а им так видим 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 ой молоток ловит иллюзии инфи ошибается очень битый архмак подходит от хавка молоток вражеского маутан кинга что окружать будем окружать будем окружаем окружаем маутан кинга ск Call of the beast ммк хорошо о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о и у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-т-а--ю-у-у-у-у-у-у... Официальный минус-юнит. Блин. Я, если честно, в Хавка особо не верил против Тяши. Ну, во-первых, Тяш ошибается, во-вторых, Хавка играет прекрасно. И нычка идет у Хавка. Шикарная реакция. Хошк, молодец. Очень хорошо. Ой, молоток пошел в элементаре. И для того, чтобы не сделать разведку, и для Экспы. Шикарно. Пусть гадает, пусть гадает. Класс. Опасный, конечно, момент. А, в-третьих, это не Тяш. Да, это инфи. Ладно, китаец, китаец. На турнире тоже играет, играет. Ну, блин. Молоток влетает от инфи в какой-то другой игре. Ну, и от Тяшев тоже сейчас молоток влетает. Хороший молоток от Хавка. Не знаю, попал, не попал только. Блин, вот это да. Молоток футмена. Работает по вражескому ОМК. Тролля так не хочется отдавать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Маутен Кинг получает левелап. Да ладно. Вот это Тяш. Вот это инфи. Кто добил? Большой камень маны. Добил, кажется, Хавка. Экспу получил, но артефакт-то у него, у врага, короче. Он пропивает. Сейчас минус приз, скорее всего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И вот это очень опасный момент. Потому что у нас только-только построилась база. А этот гад идет в атаку. Да, да, он по тому элементарию догадался, что там эксп. 47 на 50. 47 на 47. Нет, Хавку надо пытаться любой ценой отбиваться. Но там полный Маутен Кинг. Четвертый Архмаг. Пошли вышки магические, скорее всего. Ой, какой хороший молоток влетает в МК. МК второй. Клэп, хороший Клэп. Ополченцы идут. Минус Футмен. Надо пытаться магическую вышку элементариями Архмагом отстреливать. Хавк врывается вперед. Клэп шикарный. Но маны уже нет у Маутен Кинга. Так, отменили вышку. Престов космическое количество. Там слева четверо. Ну, у нас тоже три преста есть. Архмаг получает у нас тоже четвертый уровень. Рабочих надо возвращать, видимо. Рабочих надо возвращать. Рабочих возвращать, наверное, надо. У нас еще пара брекеров есть. Это важный момент. Потому что у противника чисто футмены и престы. Надо только доконтроливать брекеров наших. И нычка-то работает на самом деле. Нычка работает. Правда, тоже первый брекер приходит у него. Блин. Блин. Да. Надо в престов вылетать, короче. Пытаться. Маутен Кинга пытается окружить. Окружает. Окружает? Футмен один слева. Ну как? А, нормально. Блин. Все еще окружен. Отлично. Сверху пододвинуть брейкер надо. Как же долго МК терпит. Третий уровень получает. Особенно важно, если он умрет. Да, минус с МК. Хорошо. Больше экспы мы за него получили. Дальше он будет выходить. И это реально шанс Хавку отбиться от атаки инфи. И, возможно, даже атаки Тиаша. Минус прист. А нычка-то работает. Эта така вообще по-хорошему должна была закончиться. Ну, сразу для... Ну, плохо типа для Хавка. То есть не должен отсюда отступать инфи. Тут и рабочих можно оставить. О-о-о-о. Почти пятый, правда, Архмаг. Надо сейчас по рабочим поработать. Минус один. Минус второй. Шикарно. Как доконтроливает Хавк. Не отдает вообще... Как контролит шикарно. А, и диспл-диспл все-таки элементалит третьего уровня. Или все-таки Ауру он взял. Да, просто держаться. Просто держаться. Там МК тоже почти третьего уровня. Ну, вражеский МК он должен уже выходить, по идее. Ох, отменяет вышку. Врывается престол в третье МК. Класс. Хавк очень хорошо контролит. Слушайте. Прям очень хорошо. Куда ни глянь, везде нормально все у него. И фокусит, и отводит, и диспл-дисплит, и окружает. Да, по сути, вот потеря третьего МК, это был ключевой момент. Шансы-то еще есть, но... Вон, МК только-только подходит. Но сейчас у... Просто у Хавка должен быть больше лимит. Очень битые брейкеры еще. Главное сейчас героя на какую-то халяву не потерять. Падает брейкер. Отбиваемся, отбиваемся. Убиваем еще одного рабочего. Где-то минус дюжины рабов. Наличие базы. Более-менее сопоставимые уже герои. Да, тут Архмак чуть повозрослее, но у нас почти тоже пятый АМ. И самое главное... Ну все, лимит хороший. То есть 60 на 40. Главное сейчас не затягивать. Не поддаваться на разводы. Ни в коем случае. Все, надо просто идти в атаку. Закупить там манку. Блин. Вот только сейчас вот разводов не надо. Разводы идут. Пытается докрепиться до пятого уровня. Инфи рядышком. Это плохо. Надо ТП сразу делать. Ну, то есть артефакт берешь, телепортируешься. И надо навязывать телепорт на телепорт. Отстреливать Архмага. Или МКУ, 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 МКУ. Любого, любого, любого. Архмага начинает. Бладласт. Вообще, наверное, сейчас нужно Маутон Кинга вражеского. Хотя, черт его знает. Врывается с престов, убивает приста. Пытается Архмага убить Хавковского и окружает Архмага Хавковского. Блин. Вот это косяк. Срочно нужно восстанавливать таверни. Прям срочно. А, передал бутылек. Он камень жизни или там бутылек. Еще он какое-то время выиграл, но хватит ли этого? Не хватит. Окружить вражеского МКУ. А там телепорт есть у Архмага. Он может передать. Он передаст. Он передает. Не успеем сделать. Блин. Черт. Ну, как так-то? Да надо, конечно, выкупать Архмага и идти в атаку. Косарь на руках. Косарь, Хавк. Ну, не надо. Пожалуйста. Все, выкупаем. Идем в атаку. Все, передаем бутылку сразу ему. Инвул и свиток. Перебить бы регенерацию. Да, перебил регенерацию маны. В Архмага врывается. У Архмага Инвул. Нормально. Отконтраливает более-менее. Подрезает еще приста. Сейчас будет... Молоток хороший, минус МК. Да. Гага. Ессс! Блин. И Инфи. И Инфи. Это не хрен с горы, ребята. Это топ-2, наверное, Альянс в мире. Жесть. Да, Шэшен, я не понимаю, почему. Ну, разные люди у нас бывают. Бывает. Тяж пал. Да-да-да. Тяж пал. На ваших экранах, кстати, Тотт и Роттердам. Старички. Такие же, на самом деле, как и 10 лет назад. Что за на имя вместо Бэк Творкер? А там много разных комментаторов. То есть там и Бэк Творкер работает в том числе. Слушайте, вот смотришь на картинку, прям ВЦГ-ВЦГ. Все, и выставка, и стенды, и Самсунг, и огромное количество людей. Очень качественно. Ждем вторую игру. На втором стриме у нас... Давайте посмотрим. Мы видим арчи талонов и пуш с тремя героями Маутен Кингов, Маутен Джайантов. Бараки, видимо, строят для того, чтобы пробивать МГ. Да, тут интересно им тоже. Хоть мы чапы зеркальные, но видите, какая наркомания просто творится. Как в старые добрые времена. Я помню, мы еще с нейтроном такие катки. Катали. То есть МГ против АОВов на маленьких картах. Как естественное продолжение пуша. Против Т3, против медведей. Агрессивного. Ну, МГ как подстройка под пуш. Деревья как подстройка под МГ. Выкапываются деревья и идут вперед. Классно. Ха-ха-ха-ха. Точно. В общем, мы увидим, что гейм 2 приводит. Я имею в виду, что это очень веселый способ, для нас, чтобы начать этот бастер-три. И я очень рад. Как ты сказал, ты смотришь на этот группу. Четыре преимущественные фаворитов. Я думаю, что это 2 корейцев и 2 чиновцев. И я скажу тебе что, если он может быть ТХ, он может быть ТХ. Если он может быть ТХ, ну... Начинается битва. Хороший циклон. Диспл очень несвоевременный. Поздновато. Тут вообще все идет к тому, что... Ой, Тинкера! Блин, падает Тинкер. А только хотел сказать, что вроде давит, а тут просто одного за другим героев теряет. А Тинкера здесь много не нужно. Блин, еще барак не отбивает. Не отменяет. Вообще, ситуация по лимиту и по... Ну, по ситуации, да? Пользу... Пользу все-таки деревянного товарища. То есть Хантера. Но уже нет. Потому что Дима отдыхает, Тинкер отдыхает. Нага одна не справляется. До свидания. А потеряв бараке, это... Потерянный пуш. Контроля не хватило, и виспов не хватило в этой битве. Чтобы деревья там бы чинивать, стараться. Бутылочка, но надолго не хватит. Очень хороший урон. Хороший таун. Став. Прекрасный тоже со стороны Хантера. Но, так или иначе, сейчас Нага умрет, скорее всего. Почему-то не тыкает в Нагу, лалает. Просто Димка отгоняет всю остальную армию. Но, повторюсь, без бараков дальше не пушится никак. Ловляет сверху нычка. Да, она только начала строиться. Ну, то есть она... Там не прикопан еще рудник. Да, короче, чудо не произойдет. Лалает, спокойно убьет Хантера. Давайте перейдем к Хавку и продолжим смотреть его игру. Потому что, как верно сказали комментаторы, в группе двое корейцев, двое китайцев. И учитывая то, что выходят четыре человека из группы, надо хотя бы кого-то из них замочить. Для того, чтобы в флой-офф попасть. Мы видим, что Хавку это вполне по силам. Он 1-0 ведет. А, подождите, он же Лалает убил 2-1. Чего я несу? Он же Лалает убил уже 2-1. Добрый день. Мы же победили Лалайта. Такое вообще не очень. И сейчас берет... Взял уже первую карту у инфи. А кто там остался-то? Ти аж до мун остались. Все. Да ведь? А, Лалайта из Перу он убил. Да, он убил Лалайта из Перу. Его просто еще называют... Перуанским Лалайтом. Хантер называют, поэтому я перепутал. Да что вы хотите, друзья? Я же, блин, встал в полпятого. Я не соображаю, что происходит. Что происходит? Блин. Ладно, все, собрались. Сейчас у нас Хавк играет против инфи. Ой, фута подрезает. Прорезает. Красиво. Ну, сеточка. Спасибо троллям за это. Так, здесь у нас Аура Паладином. А тут себе маск. Ситуативно, маска, конечно, мега полезнее. Но не дай бог лейт. Не дай бог экспанды. Хорошие лимиты. Аура может зайти. Ставит в арт. Хорошая разведка. Он и слышал, и видел, скорее всего, даже. Так. Да, не факт, что Хавк спланирует вообще раннюю базу ставить. А зачем ему с антриварды? Тут надо за футменов сражаться. Пытается пробраться. А, Хавк красный. Ё-моё. Так, мы не за того болеем, друзья. Ой, окружил. Смотрите, Хавк. Хорош. Хорош. Минус ТП. Минус ТП. До свидания. Не, у Хавка все гораздо лучше в плане окружения. Да, они поменялись просто цветами. Точнее, не, не поменялись. Просто у Хавка, Хавк не березовый сейчас, а красный. В прошлый раз синим был. Господи, инфи. Будь он не ладен. Так, разобрались. О, опять. Немножко увлекся конь у Хавка. С троллями, с большим количеством троллей. Смотрите, как хорошее, агрессивное такое начало у Хошка. Много диспола. Хотя и там тоже много диспола. Там те же самые два тролля и один берсеркер. Хавк очень нагло играет. Хорошо. Минус футмен, который был в сетке. Фокус по второму. Минус второй футмен. Красиво. Да, почти четвертый. Четвертый. Как же Хавк давит. Сеточки прекрасные. Опять на троллее. Может еще артефакт под... Переключается на архмага на вражеского. Класс. Ну, архмаг наш тоже получал. Блин. Вот в чем дело. Короче, надо каким-то макаром. Хавк, в общем, к сожалению, отступает, отдает артефакт, отдает четвертый уровень, что самое главное. Жалко. Увы. У Хавк там вроде футменов подконтроливал, то есть отправлял на мэне у него большое количество футов, битых должно быть. Здесь всего один. Маутен Кинг делается, а у Хошка... Сколько футменов? Показывай там опять. Сейчас еще на второй магазин придет, будет сражаться за него. Не, у нас футов тоже немножко, совсем. Побежали менты, кажется. Диспл, диспл. Да, даже добивает. Это очень опасный момент. Не дай бог сейчас за... Он сейчас Субимаска еще подрешивает. Хорошие, хорошие сеточки. МК есть. Можно реально в архмага, если он будет зарываться? Странно, что решил потратить молоток в такой ситуации. Надо сразу им в архмага кида... Нет, в тролля, в тролля. Тролль, сеточка, очень хороший, жирный подарок. Даже не нужно, видите, молоток тратить. Красиво. В смысле, зачем ему болт кидать в... Хороший молоток сейчас в... Нет, плохой, плохой, плохой молоток. Так, все, убегаем. Убегаем Маутен Кингом. У нас он очень битый, там свеженький МК пришел. Может быть, проблема. Надо выманивать, наверное, с мастерской людей, чтобы не терять время. Хотя фиг знает. Побежал на экспант на свой. Не хочется отдавать вторую ему. Почти пятый АМ там. Почти пятый АМ. Тут, конечно, МК по опытным будет. Почти пятый АМ. Молоток минус Берсерк. Ой, живет еще тролль. Класс. Его добьют, конечно. Хотя он выжил, по крайней мере, один удар, да, пережил. Еще один молоток минус Прист. Не, а менты здесь особо уже не нужны. Там третья МК может внести, конечно, коррективы в расклад. Но нам нужен пятый АМ. Нам нужен пятый АМ. 42 лимита. И Хавк опять ставит базу. Вот в отличие от прошлой игры, на мой взгляд, у него сейчас нет такого очевидного преимущества. Но это, видимо, фирменный какой-то у него тайминг. Или он посмотрел по количеству пристов. Какие-то у него, может быть, сигналы есть, которые говорят о том, что он типа впереди. Надо узнать, кстати, у него... Ну-ну-ну-ну-ну-ну, артефакт! Что там? Блин, хрень полная. Крепится хорошо, конечно. Архмаг пытается подхарасить. МК третий. Молоток в Архмага. Кстати, может быть, может быть, может быть. Блоч, 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 блоч. Ну ладно, там. Нет, он может еще продолжить. Он может продолжить. Архмаг! Почему? Так, Архмаг пятый. Так, спокойно. Хеленвард. Как же заходит сейчас Хеленварда. Да, это понятно. Тут сейчас минус ЛМ, если мы не добьем. И третий МК. Блин, еще Прест умрет на третьего МК как раз. Блин. Сейчас еще может Преста подрезать. Ах, ты твою... Да, все в одно сражение будет. Закупка на лагере наемников, ополченцы и вперед. Блин, как же здесь выжить-то? Что там? Т3? Нет, там видимо Inner Fire был перекастован. Он переходит от Преста к Престу через брейкеров. Видимо, с красной точки. Там не может быть Т3. Короче, с богом, друзья. Просто с богом. Хавку будет крайне сложно здесь отбиваться. Даннычка кое-как работает. Но его тупо меньше. У нее битые юниты еще. Я не знаю, как здесь отбиваться. В прошлый раз ему помогло. Там еще Хиленвард, блин, два заряда. Минус Прест. Хороший. Врывает сейчас МК. Опасно. Может попробовать Архмага? Попробовать Архмага? 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 Да, там нечем окружать его. Да, там молоток нашего МК. Минус МК. Блин. Этого нам не хватало, конечно. Восемьсот голды у Хавка еще. Я не знаю, что он не закупается. У него, кажется, с этим... Он не может в таверне выкупить. Не знаю, зачем он в таверну побежал. Да, я отбился в этот раз. Ну вот справа была хрень полная. Помните? Красная точка. Ненужное преследование Аэма. То есть вот он мог там подблочить Архмага. Он реально мог подблочить Архмага. И мог вторым молотком его накормить хорошо. А в результате потерял только на отступлении трех юнитов. И... все. В результате у нас минус Эксп. У нас минус МК. Да, пытается разменяться. Может быть, даже парочку-тройку юнитов убьет. Тем более у противника-то нет телепорта. телепорта у нас есть вроде когда да отлично и шансы еще есть хоть и призрачный но есть да да еще парочку рабов забрать перед телепортом ой хороший телепорт прям да убьет нет я думал это его брейкер он не стрелял по нашим почти что архмак жуть нычки у нас нет и не будет ближайшее время 54 лимита ждем маутан кинга идем на красную точку не нельзя красную да будет давать красную жалко 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 окружают чтобы не выпустить ну и конечно же тебе выпадает леген дум хорн вот здесь что нам выпало камень маны давай боков д мда пристс а тут брейкер который увидел увидел где находится блин там таких хороших артефакт конечно прям кольцо соби маска аура тут позиция хорошая приз тут же получает в жбан стенка на стенку молоток влетает в мку молоток в другого мку вообще очень много маны сейчас выжиг хилен вард ставится тут же перебивается вообще хав пока что контролит очень хорошо старается 58 лимитом пока что хорошо контролит да он просто великолепно папа ох баш еще поэтому по футмену надо минус фут да там хилен вард у нас у нас нет такого способа подлечиться да и у нас еще телепорта нет так к слову так нет вообще еще можно конечно что-то раз раз контролить надо молоточек сразу в мку молоточек сразу в мку есть молоточек влетает и фокус отлично его можно артефакт подрезать артефакт хорош да да отлично отзонил сейчас можно еще один молоточек закинуть хотя он звонит как он контролит правда теряет ну да там шестой уровень архмага но массовый тп пошел пошло поехало да надо на мейн тоже бежать добивать рабочих спасать своих не ну этот единственный способ это самому что и получить давай 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 book of dead но это единственное как 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 можно нормально завязать почти шстой убивает 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 нет не хватает немножко нет нет там мейн просто могут убить и есть шестой уровень так будем спасать мэйн не знаю можно тыкнуть мэйн у нас нас больше мы можем даже спасти массовый телепорт хорошо хавка возвращается в игру что что главный молоток сейчас не кидать он отсюда уйти не может просто если молоток не кидать он отсюда не уйдет на масса тп ой нет и кидает молоток ой идет сейчас ай ну повелся хавк ну зачем зачем и так выиграл блин ну как так понимаете понимаете да понимаете блин он мог оттуда реально не уйти зачем почему блин реально можно его было здесь убить просто у нас на базе то есть у нас лимита было больше и до сих пор больше позиция шикарнейшая скорее всего это было рефлекторный ой там 5 мк правда ой нам нужно тоже 5 поднимать денис на на последних нейтралах опять массовый тп да что ж ты будешь делать опять на мейн я моё понятно короче сейчас единственный момент это не кидать молотки и а у него уже стп понятно а у инфи тп был понятно у него и в прошлый раз был тп понятно 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 но мк надо контролить черт у нас проблемы с экономикой дико маутенкинг 5 телепорт минус брейкер 44 лимита 800 голды у инфи не еще не все потеряно брейкер снова побежал и тут тоже брейкер побежал это брейкеры которые на которых ты падать будешь 2 800 а первые сколько было я не посмотрел сколько у хавка проверяет грамотно хавк конечно красные точки не тогда он в той ситуации сделал абсолютно все правильно какой агрессивный тп блин сейчас могут нас молоток сразу хороший молоток в эмку фокус окружает да он снова сделает классное окружение молоток вархмага не успевает очень да блин вот это психи снова 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 можно попробовать вархмага молоточек вархмага молоточек уже можно нет блин нет еле еле даже инвол не прожал хавк стальные нервы у него класс почему он откинул молоток и после этого начал делать массовый телепорт для того чтобы его гарантированно не перебили ох пытается уйти сейчас правильно потому что эмка очень битый да главное что он не хотел там сражаться с этим эмкой диким вообще сейчас должен был быть какой-нибудь не знаю еще один брейкер бегущий в сторону вражеской базы для того чтобы его так инвул свиток у хавка кстати вот этот вот армор паладиновской ауры сейчас наверное ну хотя субимаска для качаного эмки все равно 2 1 грейда против 1 0 у нас бывает где же баш блин не хватает еще ботинков каких-нибудь чтобы мк порезвее бегал брейкер на мэне это просто да это просто отвлекает надо контроль хошка ну просто это время выигрывает и тут артефакт можно взять согласен кристалл болмин классно ой телепорт на телепорт успел задиспелить они не успел задиспелить опасный момент вражеского архмага мы фокусим очень битый может уйти на т.п. а может не уйти молоток можешь ловить молоток можешь ловить молоток кидай молоток рэндж есть молоток рэндж молоток кидай ну можно же почему почему он даже не пытается это что там на архмаге инвул но я думал что он его просто байтит очень битый у нас мк очень битый мк падает нет гг гг мне казалось у него инвул есть почему что это были либо безумный майн геймс на который инфи не повелся безумный просто майн геймс от обоих от хавка то есть он не кидал весьма очевидный молоток третий молоток в архмага у которого 200 с небольшим то есть даже там даже ну любая тычка молоток мог убить в определенный ну в определенный момент ну молоток плюс 1 максимум тычка он кинул молоток в сторону аэм а может быть это был мисклик а может быть это был развод на инвул то есть он мог не кидать молоток зная что это очевидный ход и архмаг прожмет инвул тогда толку не будет но непонятно что это было на мой взгляд надо было все равно на дурака проверять его ну то есть ты в любом случае это сражение скорее всего проигрываешь судя по по лимиту по ситуации и единственный плюс после вот этого старта не очень удачного это мега битая архмага у врага да молоток улетел в предста я подумал что это был как раз развод на инвул чтобы не потерять молоток но развести на инвул то есть он выбрал цель такую что ты особо не определишь но блин неужели инфи такой продуман что даже влетящий в сторону архмага молоток он не повелся мне кажется что что просто хавк передумал его и все просто передумал я это не могли дотянуться до эму он не рискнул его вкуснуть у архмага был 6 уровень пара артефактов не на хп один коготь кажется у него на 6 уровне где-то 675 хп визуально в определенный момент у него было четверть хп то есть это меньше 200 единиц здоровья третий молоток бы его ушатал без стычек не говоря уже о том что он был в ренджи некоторое время для архмага хавковского обидно просто обидно но очень близкие игры хавк достойный контроль это сражается а сейчас будет третье решающее их по хорошему конечно надо поддерживать победу потому что инфинити аж несмотря на то что их постоянно путают и с тяшем будет посложнее ну и тем более там с с муном с лавлиетом лалайтом просто тоже не будет естественно я передаю привет экспертам чате которые говорят да вообще эксп в игре один на один не выгоден спасибо большое спасибо аналитика аналитика люблю ее почему не там лень вообще не рассматривали такой вариант хотя судя по всему можно было съездить прояви большую настойчивость сидел бы и там улыбался болеем за красного хумана Прошу прощения, я имел в виду в игре, где Мирор Хумен 1.1. Нет, это не... Все равно не аргумент. Ну, во-первых, зависит от карты. Зависит от игровой ситуации. Строительство базы — это в том числе и ход стратегический в определенный момент. В конце концов, ты рассказываешь о том, что решает, что не решает, а Хавк с Экспандом взял карту у Инфи, у одного из лучших игроков мира за Альянс, в том самом Мироре, который ты пытаешься анализировать. Поэтому не надо упрощать. Сложные игры. Перчатки скорости тоже не самый хороший артефакт. Но там колечко плюс три. Колечко плюс три, по крайней мере, можно будет отдать Малтон Кингу, и будет хорошо. Ксартес. Да, были времена. Хорошо. Вообще отлично. У нас с артефактом все хорошо. Наверное, даже все-таки... Оба артефакта лучше. Потому что после того, как кольца подняли на единичку, казалось бы, мелочь, но... Во-первых, для определенных героев заходит к кольцу хорошо. Сейчас эффективность кольца... Если вы берете любого вообще героя, даете одному кольцу, вот это вот, уже не плюс два, а плюс три, а другому любой артефакт... Ну, одинаковые герои, там, неважно, какие там... Блэйдмайстер, Блэйдмайстер, Аркмак, Аркмак, Демон Хантер, Демон Хантер... В тупую, вот, в лоб, в лоб, кольцо выиграет всех. Вообще всех выиграет. Криты, там, не криты, миссы, неважно. Потому что... Потому что... Потому что... Что выиграет? Опасный момент. Инфи решает... Роуч говорит, лень ему, мне не лень, надо с вами смотреть, дабы начать смотреть. Мишкер, берите пример, с меня не ленись. Спасибо, Роуч, за соточку. Озвучки нет, но я вижу. Спасибо. Меня немножко смущает битый рабочий на мейне у Хавка, как бы это ни аукнулось нам потом. Потому что... Забегание на базу. Ох, перчатки силы выпали. Сирклетка. Иллюзия здесь с другой стороны. Хорошая разведочка, и можно потанковать. Ой, смотрите, Хавка пытается сейчас... Да ладно. Нет, нет. Не добили фута. Увы. Да, он псих. Быстрый, плотный и серьезный урон у него. И кажется, он пошел... Оооо, сейчас можно наубивать. Смотрите, это тот самый футмен. Зря вызвал элементария раньше времени. Там еще сплай-блок у него. Не, не сплай-блок. Не, был сплай-блок. Он не готов под Т2. Правда, здесь четвертый уровень Архмак. И телепорт. Магическая вышка отменяется. Ооо, агрессивно, но Архмак увернулся. Минус Арканг, у нас тоже четвертый уровень. Так, как бы отсюда убраться без использования ТП и без серьезных потерь. Один футмен и так на ладом дышит. Его, естественно, инфи не отпустят. Пытается отконтролить сейчас Хошк. Вцепляется в тролля Берсерка. У него битый футмен. Нельзя здесь сражаться. И плюс аура вампиризма. Добивает тролля. Красиво отконтролил вообще. Минус ТП. По Экспе они приблизительно одинаковые. Это при том, что неплохо. Минус магическая вышка. Минус прист. Ну, где-то на двух, на трех футменов мы это все разменяли. Мне нравится. А, еще ж не добывали некоторое время, действительно. Соколик, привет. Привет. Как видно, Бобру не дали слот в игре, суперорганизация. Не-не-нет. Я особо не просил. Тут клинфит. И не надо заморачиваться с этими. И все игры показывают в любом случае. И если игры на сцене, то игроков показывают. Игры можно, в принципе, на Тизи посмотреть. Они там где-то стримятся. Снова побежал Архмак. Харасис. У нас сейчас, к сожалению, спалится. Да, его увидели. Он влетает. Резвый дед. На коне. Ну, нет, что? Да. А там все равно дырявая база. Пофиг. Странно, что МК не стал встречать нашего Архмага. Трастанми, да там же 33% по мане. Ты не можешь вторых элементалей переманивать. Семь нужный полный запас маны для того, чтобы там не очень здорового элементаля переманивать. Стоп, 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 что? В смысле, а как он успеет? Хотя нет, может успеть. Да, ну, там только големчик будет. Плюс его не добить. А вот почему бы сейчас не... Не, не отвлекается на Маутен Кинга. Грамотно. Бьет приста, собирает артефакт. Что за артефакт? Высасывание маны. Сразу надо юзать. Тролль высасывает ману. Хорошо. Подрезает фута. Нет, хорошо тут посражался, Хав. Как бы крипджека не получилось. Вот, когда не получается крипджек, это сразу ты теряешь время, потому что вместо того, чтобы самостоятельно крепиться, ты прибегаешь к человеку, который вот прям вот... Оооо. Пытается еще подрезать тролля. Тролли очень биты, конечно. Пытается окружить фут... Да ладно. Клэп. Надо передавать ТП. Нельзя МКУ тратить. А он будет тратить, терять МКУ. Да. Да. Меняют на парочку футов. На самом деле, какой контрол? У него плюс два приста у нас. Плюс четыре фута. Блин, ну вот не отдавай так, пожалуйста, пристов. Там сначала магическая вышка доделывается. Очень битые присты. Пытается вылечить хорошо, красиво, но не хватает немножко. Тухейдфуи, доброе утро. Почти пятый АМ. А что у врага было? Вот по Архмагу. Такой у нас Архмаг хороший. По... По урону слабким. Он всегда пушил и будет пушить. Почти пятый АМ. И там, и там. Блин, волнуюсь. Да, пошла. Пошла нычка. Да, но сейчас, блин, сейчас могут крипджекнуть. Хорошо, видим, что не крипджекнут. Подрезаем футмена, но не пятый еще. Не пятый еще. Архмаг как-то очень агрессивно танкует. И пятый Архмаг. Пятый Архмаг. И МК еще получает второй. Нам нужны ополченцы и нужен Маутен Кинг. Подрезает футмена еще одного. Подходит наш МК. Диспл-диспл нужен. Диспл-диспл. Ой, смотрите, блин, купил инфи еще мерков. Это очень сильный заход. Пятый уровень, правда, получает наш Архмаг тоже. У нас 40 лимита всего лишь. 40 лимита, блин. Ё-моё. Да, окружает тролля, но что-то нас очень мало. По какой причине хрен его знает. 41. Синие, красные. Синие плохие, красные хорошие. Залетает в престол, пытается как-то отбиться. Там Маулер, конечно, навешивает очень хорошо. И окружает нашего Архмага. Телепорт сразу, не тратить хп, не тратить хп. Да, да, да. Хотя вот черт его знает. Может, не на экспанд. Да, на мейн. Магическая вышка, кстати, хороша. Она сейчас лишит маны полностью. Маутон Кинга. Да, недоконтролил. Чуть-чуть только перетаргет сделал. Нычка пока работает. 4 приста. У нас тоже 4 приста. Не, нас не меньше, нас не меньше. 43 лимита на... Ой, Маулера оставил. Пошла за стройком. Такой контроль. Дикий. Он почти 3 МК уже. Да, 3 МК. Сейчас молоток еще может влететь. Там еще вышка делается. С Маулером. С Маулером сражается. Только сейчас он умер, судя по крику. 42 лимита против 45. У нас есть, типа, лимит, но... Там лучше герои по уровню. Видимо, отдавать будет базу. Хавк понимает, что не справится. Хотя чинит зачем-то. Не знаю зачем. Да, окружение хорошее от инфи были вот в этой игре. Маутон Кингом... Будет вписываться за эксп, за свой. Все, поехали. А там Арканка, блин. А как с Арканкой-то воевать? Неясно. Ну, влетать в МКУ каким-то Макаром. Или в Архмага. Там без ТП, Архмаг. Без ТП, Архмаг. Да, кидает в МКУ. Хорошо зонит, кстати, Маутон Кингом. Надо... Переключается на МКУ. Блин, только похвалил. Тихо, тихо, тихо. Да ладно. Да ладно. Слева, 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 слева. Маутон Кинга, Маутон Кинга! Маутон Кинга! Блин. На, на. Ох, там инволом ловит. Да, скорее всего, перегруппировывается Хавк. Да, на Экспанде там непонятно. То ли добыча идет. Там магическая вышка, кажется, стреляет по рабочим. Или кто-то есть в линии. 58. Может, отковыряемся как-то. Подрезаем вражеского рабочего. Не подходи, не подходи под магическую вышку. Пожалуйста! Надо врываться. Надо врываться, у него нет ТП. Как, не знаю. Шестой архмаг. Ё-моё. Молоток. Маутон Кинга вражеского. Хавк старается. Вообще, из последних сил отбивается. Контроль великолепный. Блин, лагает. Нет. За что? У всех упала трансляция. Ох, как я ненавижу эти проблемы технические. Ё-моё. Мы можем посмотреть пока расписание. Это на завтра. Хавк с Лалай, там Хавк с Муном и Хавк с тех пор этот. Блин, на самом интересном месте, на третий решающий. Максим шестерство. Это что ты нарисовал такое? Расскажи. Объяснись, пожалуйста. Две минуты есть. Да. Ну всё, чёрный экран. Чёрный экран. Стрима нет. Вот. Так, четвёртый левел у нас. Шестой Архмаг. Магическую вышку пытаемся убить. 63 лимита у нас. Очень битое всё, конечно. Очень битое. Триндец. Да, это понятно, да, что они не ТП, это финальная битва. МК у нас очень битый. Очень битое. Нет, ну куда ты подставляешься-то? Серьёзно, что ли? Серьёзно, что ли? Ну как так-то, ну... Ну как так-то, ну... матункинга вражеского 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 попытаться. Может, Архмага вражеского попытаться? Ну, хотя там массовое ТП. Хотя нет уже маны на массовое ТП. Блин, чё ж делать, а? Да, смотрите, элементаль там действительно накидывает... А, переманили элементали. Минус брейкер. Айд, да, добивает. 59 лимита. Лимит хороший, но где МК, блин? Ещё минус прист. Ну там такие брейкеры битые, трындец. Отдаём базу. Почти седьмой Архмаг. Пытается за нычку посражаться, но там практически ничего не осталось. МК почти пятый. Один килл, он будет пятый. Да. Наш выходит МК, но он неопытный. Не-не-не. Минус экспант. Ещё один молоточек. Не, наверное, по пристам будет работать. Молоток внашивая, МК. Там такое количество пристов с маной, смотрите. Ну это аура, там третья работает. Скорее всего, он с третьей аурой стоял всё это время. Опять же, СМК у нас подставляется. Вкидывается молотком, но молоток у нас не третий, не такой крутой, как у врага. Уходит на красную точку. Хавку тоже нужно не терять время, естественно. Тем более, он может сейчас пятый получить на этой точке. Пристам танкует голема. Что выпадет? Клок оф флеймс, так себе. Нет. Нет. Мне что, Роттердам спрашивает, ну как это? На игру повлияет? Хороший артифакт? Блин. Далеко до пятого уровня нам. Ооо, массовый ТП. И, возможно, здесь мы и будем сражаться. Туршу Таура работает, конечно, на брейкеров. Но молоток хороший, левелап у нас есть. Массовый ТП сразу после молотка. Грамотное решение, кстати, очень грамотное. Да, один к трем. Ну, конечно. Ещё молоток можно к этому. Хотя нет, не будет. Вот лягуха там погорела. Плащ помог. За красную точку желательно бы посражаться. На непонятно чем. Седьмой Архмаг против седьмого Архмага. Ну и четвёртый АМ. Хороший молоток во вражеского АМ. Отзонивает. Хавку нужно чудо, чтобы здесь вытащить. Молоток третий влетает в МК. Такая грязь. И сразу не остаётся ни черта в плане здоровья у АМК. По пристам кидает. Ну где Инвулта? Ё-моё! Я думал, ты ловишь его. Надо чудом ловить сейчас следующий молоток. Вражеского Архмага пытается кружить. Давай, 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 давай. Баш. Ещё один сейчас молоток будет. Да. Ге-ге. Свиток. Что? Нет, не смог же. Да ладно! Это... Вообще это сумасшедший контроль от Хавка. Я в шоке просто. Он из такой жопы сейчас выбирался. Это нереально просто. Как он смог? Вы видели? Капец. Так чётко контролил. Просто всё. Инвулы, молотки, свитки. Откидывал молотки. Вовремя массовый ТП. Ё-моё. Блин, большой бутылёк жизни ещё. Как же прёт этого китайца. Да, сейчас придётся нам... Ой, молоток! Нет, сейчас в Архмага молоток! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Карамба! Архмаг пытается уйти. Уведи, Архмага, уведи, сейчас же прилетит. Ой, нам помогают големы. Ха-ха, прикольно. Да. Опять молоток, блин, в МК. Опять ещё хороший фокус. Сейчас нужно в МК вражеского кидать. Кидает в МК. Не фокусит нормально брейкерами, к сожалению. Поставляет немножко ещё пристов. Минус прист. Сейчас в новую МК нужно кидать молоток, видимо. Блин, лимит сопоставимый. Герой сопоставимый. Осторожно, 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 не подставляйся. Сейчас. Ой, хороший что? Стормболт, хороший. Окружать, правда, фиг знает зачем. Да, может просто преследовать. Да ладно. Давай вражеского МК. Вражеского МК ещё раз. О, молоток. Ещё, ещё. Можно? Можно? Ну? Молоток? Некем бить. Уже некем бить. Есть, 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 есть. Он убивает МКу. Он убивает МКу. А там денег-то нет. Там нет денег на восстановление МКи. Что? Шемида. Я не верю просто. Мне кажется, у него нет денег. Мне кажется, у него нет денег на МКу. Так, Хак подходит в Архмаг и кидается молоток. Не отдай только сам МКу, пожалуйста. Чуть ли не кружили. Диспл, диспл. Идёт, 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 идёт наш МК, смотрите. А, у нас выжигает ману. Маны не хватает на молоток. Почти восьмой. Не подставляем Ку, не подставляем Ку. Вижу, вижу, вижу. Можно бежать уже в Архмага. Можно бежать в Архмага. Вижу. Ну можно бежать в Архмага. Ну что ж ты делаешь-то? Ну, Хошк, ну беги. Он загнан. Это конь загнанный. Да ладно. Какой таунпортал. Массовый ТП. Главное, чтобы там не было МК. Потому что если сейчас ещё... Да нет. Молоток, молоток в Архмага. Хорошо. Давай, давай, давай. Не подходи ближе, не подходи ближе. Регень маны. Хорош. Массовый ТП. Куда? Куда-куда? Покажите мэйн. Покажите алтарь. Минус приз. Минус трое рабов. Ну. Дирижабль. Ну покажите, пожалуйста, алтарь. Покажите алтарь. Нет, не горит. На, Роттердам. Притишур, притишур он. Да не горит алтарь. Как так? У него на руках было 34 голды, когда у него МК убивали. Как так? Что такое? Не могу поверить. Что такое? Да. Конечно. Что случилось? Что случилось? Молоток не хотим славить? Нет, Архмага, 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 спокойно. А можно не подставлять МКу, пожалуйста, опять Хавк? Отлично, подрезает. Молоточек там в Пристоф, Архмага, в кого угодно. Делай что-нибудь. Ух, блин, как же контроль. Заказ, Мадан. Ай-яй-яй-яй, Архмага окружает, массовый телепорт. Нет, не туда, не туда, не туда. Успевает. Господи, валидол какой, какие игры. Только не дай окружить второй раз. Это единственное, как он может выиграть. Единственное, как может выиграть. Просто ничего не делай. О-о-о-о, молодец, беги, все, беги, нормально. Что такое, что, что с Архмагом? Баш, баш, давай. Ес. На-на, на-на, на-а. Е-е, джи-джи. Хавк, молодец. Невероятная игра. Вот это камбэки. Та-ра-та-ра-там. Хей! Вот это качели, действительно. Блин, реально, хавк, 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 наш хавк, вы представляете? Да ладно. Он реально из группы может выйти после такого. Это очень круто. Да. Так, то есть нам главное не продуть какому-нибудь оставшемуся аутсайдеру. Там аутсайдеры вообще остались. Четверо этих, одного мы убили, пятый ты, шестой хантер, которого выиграли. И, а, седьмой еще сайт у нас, еще Undead сайт. А судя по играм с Тиашем, он вообще непростой. Нет, еще как бы не гарантия выхода из группы. Если там вместо сайда был какой-нибудь Василий, то, ну или Михаил какой-нибудь, то спокойно бы справились. Даже вне зависимости от результатов завтрашних игр. Против Ла-Лая, это против Муна. Против Тиаша. Да. Мне кажется, сегодня у хавка уже не будет игр. Я не знаю, будут ли вообще еще матчи, потому что вроде как... Потому что там уже дотку показывают. Понимаете? Это не к добру. Но игра прям такая под занавес. Я только проснулся, на самом деле, к десяти. Это те матчи, которые у нас будут завтра. Мы начнем прям... Прям с утреца. Видимо, так же, как и сегодня, в пять часов утра, с матча Ла-Леет против Хавка. Да, можно побрить вообще всех и выйти с первого места. Было бы красиво, конечно. Из группы, в которой находятся семь человек, ну, должно было быть восемь, но канадец, к сожалению, из-за аллергии какой-то не приехал. Выходит четверо. Хавк уже одержал победу над Хантером и уже одержал победу над Инфи. Причем показал очень хороший уровень игры. Да, были косяки, да, этот МК, выбирающийся вперед. Но Инфи тоже ошибался, слава богу. И у Хавка... Но он пользовался этим. Красиво. Такие моменты окружения, фокусы, массовые телепорты. Ух! Красиво. От СНГ почему не поехали нормальные игроки? Ну, во-первых, это очень офенсно. Во-вторых, отборочные были. И, собственно, отбирались и от России, и от Европы. Хавк и Сайт оказались по результатам ВЦГ сильнейшими игроками Европы. Такое пренебрежение и неуважение. Причем старичок пишет, которому там за 30. Спасибо, Гэмбл. Нормальные игроки. И при этом только что Хавк одерживает победу над Инфи в борьбе в таких красивых матчах. Абсолютно неадекватные темы. О, сейчас Мун против Сайда, говорят, будет. Да? Давайте глянем окончание расписания сегодняшнего дня. Подтвердите действие на странице. Ерор. Подтверждаю. Ну, тут ДОТК. Ну, пока нигде. Игр нет. Ну, два, нет, не обсуждалось. Я думаю, что если, к сожалению, если бы мы пообщались с организаторами более плотным, то могли и там оказаться. Тут уже Beyond the Game. Даже поют в чатике на ТВЧ. Достало, достало этой композиции. У меня, к сожалению, нет информации о том, какие матчи будут еще сегодня и будет ли что-то еще. Потому что там показывают расписание завтрашнего дня на других стримах либо заставки, либо уже другие игры. Поэтому, если у кого-то есть инфа относительно... Шумачев. Кажется, Шумачев в последний день типа должны быть. Посмотрим. Посмотрим. Хавк с Тяшем, говорят, еще будет играть. Очень хорошо. Ждем. Но ЦГ не одного орка. Ну, тут игроков-то не так много на самом деле. Ну, видимо, да, они пробрались через отборочный. Увы. Тут Undead всего один сайт, насколько я понимаю. Больше Undeadов нет. Тоже, видимо, китайский отборочный 120-й не прошел. Император не поехал. И все. Двух топовых Undeadов нет. Гейн. Я не могу вообще поверить в то, что она поет Beyond the Gain. Здесь, может, есть расписание в открытом доступе? Да есть, скорее всего. Да, я не знаю где. Приятного. Где орки? Орков нет. Тоже, к сожалению, не прошли, видимо, через корейский отбор. Потому что... Ну, и через европейский в том числе. По сути... Хотя нет, в Китае же тоже мог... Могли пройти орки. Flight, тот же самый какой-нибудь. Life. Ну, тот же самый фокус и Лилин. И скорее. Все шумащие 19-го будет. Ну, это да, это логично. Так, смотрим. О-о-о. Блин. Havk TH. Havk Infity, типа вот. Вот это вот. Ну, раз мы уже вне расписания сильно. Сегодня так прилично матчей. Еще будет. Спасибо большим. Давайте я, наверное, даже... Это расписание... Открою на втором компе. И буду на него переключаться. Мы чаем. Сейчас посмотрю. Продолжение следует... Вы же меня не слышали правильно. Так, что мы видели? Это тех пор, это мы видели. Ла Лайт против Муна. Хавк Хантеры видели, сайт Тиаш видели, инфи Хавк только что. Серьезно, мы прям... Не, мы точно еще... Точно были матчи типа... Какие типа? Серьезно, не было больше. Слушайте, мы на полпути даже. Даже половину сегодня не прошли. Главное, чтобы мне не начало рубить раньше времени. Но самый главный матч, конечно, в конце будет. Хавк против Тиаша. Завершающий. Очень много потенциально интересных матчей. Ну, типа инфи Лавлиет. Хорошо же. Так, игры уже были какие-то. С пяти утра сидим. Конечно, все пропустил. Самый интересный матч. Сейчас спойлеры будут. Хавк выиграл Хантера. Хавк выиграл инфи. Нью, WCG. Нью, WCG. Юх, вроде сказали, что матч будет 19-го числа. То есть финальный день. И это логично, потому что первые два дня матчей и так дофига. А вот финалочка, учитывая то, что там сингл эллиминейшн даже с матчем за третье место, это всего четыре матча. Бо-3. И как раз им там не хватает. Так что я склонен верить, что... Хотя нет, а когда ее может быть... Что матча 19-го? 19-ое, это же завтра. Там такой вагон просто игр. Здесь таймер стоит. Ясно. Beyond the Gain. Так что... Давайте посмотрим клинфит какой-нибудь. О, давайте дотку покомментируем. О-о-о-о! Сколько лет, Михаил? Сколько лет? И это... Так, 2-1. У нас Дэк играет против черной овцы. Черная овца из Америки. О-о-о! Вы видели? Сейчас только что убили героя. Да. Это морфинг такой у нас. Олина. Отлично. Нейтралов убиваем. А что с картинкой, Карл? Можно почетче? Хочу Full HD 60 фп. Спасибо. Так. Это Кентавр. Скины, конечно, дикие. Вообще не узнать людей. Понавешали. Это что? Вот это кто такой? Эмбер, что ли? Жуки какие-то ползают. Что с игрой сделали? Нормальная была версия. 5.64. Помню. Заходили, играли. Ой, Леона сейчас будут брать. Врывается Кентавр. Его станет. Сало. Ну. Да, отлично. Забрали Леона. Такой серьезный просто Кентавр пришел. Удар. Стомп. Удар. Ну, то есть там не удар. Там у него жабилка, которая себе, типа, урон наносит. Довольно жесткая. Квинг подкинул сотку. Говорит, ты должен был бороться со злом и не примкнуть к нему. А я ненадолго. Я буквально, пока игры не начались. Главное не пропустить. Курьер. Что там доставил Курьер? Так, по Нейтворсу у нас Тинни с Морфлингом. Две с половиной. Тут очередной замес. Кентавр опять до Леона домогается. Добивает вместе с... А, это Раста. Так, извините, пауза. Так. Дот постоянно эволюционирует. Новые фичи добавляются. Новые герои появляются. Дальше не успел прочитать. Не поглядит корректная, конечно, команда у американцев. Нет ни одного темнокожего и ни одной женщины. Я не понимаю вообще, как, в принципе, общественность может публично выставлять такую команду, защищать честь самой демократичной страны в мире. Хорошо, не добрались сюда еще. Интернешнл будем смотреть? Конечно. Еще трансгендера азиата нет. Откуда ты знаешь? Вот откуда у тебя такая информация? Максиарти, вот. Свечку держал ты. У тебя инсайт какой-то есть. Расскажи. Отвод крипов хороший идет. Так. Тинни с шняшкой бегает. Так, так, так. Пошла хейста. Врываются Тинни на Лину. Лина вообще не успела приземлиться. Здоровый. Магнус на чарджи пытается уйти. Но, кстати, не факт, что получится. Оп. Оп. Подбросили. Ушатали. Изи. Так, это американцев мочат. Отлично. Я фанат этой команды. Угу. Какой? Слушайте, у нас что, два Магнуса, что ли? А, нет. У нас Магнус и Кентавр. Все. С одной стороны, они похожи просто. Они на четырех ногах тоже бегают по скинам. Хрен поймешь, кто из них сначала кто. В результате 7-3. Изи. Для китайцев. Ой, прикольно скилл у морфинга показан. Насколько он перекачан. Что? Показалось, видимо. Хорошо. Опять на Магнусом. Врываются Стан. Хекс. Не знаю, что это за обилка. Сайленс вижу. Но он почти все впитал. И не это самое. А это кто такой? А, Раста. Понял. По скинам реально не понять. Тут понадевают на себя шмоток. И все. Это рефорж? Да, да, да. Это вот графон такой будет в рефоржде. Угу. Как же он горит. Вы видите, как он горит? Это без Радика он горит так. Я не знал, что так можно. Мы Сида ждем. Ну, мы Warcraft ждем. И смотрим пока. Непонятно на рейндж вардов показывается. Брейсеры. Щиток и топорик. Для хорошего старта. Подбиванию крипов. Для того, чтобы сдерживать удары. Если он так же работает, как и пять лет назад. На мини-мапе показываются еще роли. Прикольно. Можно попинговать. В инвизе сейчас Тинни забирается на топ. Собирается отрезать вот этих... Ловит уже кого-то с шаклей. И пошел замес. Непонятно, что происходит. Вбегает. Что происходит вообще? Ребят, реально, я Доту смотрел. Ну, так, чтобы с комментариями. Это было на Интернешнале с Галустяном. То есть, тогда я понял, что это не мое. И все. И... И перестал. Ну, слишком сложная игра. Слишком все быстро. Надо... Анализировать. Надо играть. У меня всего пару... Пару часов наигранном в Доте. Ну, пару тысяч часов наигранном. Ну, в Доте. В новой имеется в виду. Там игра началась. А уже поздно. Я не могу остановиться. То есть, я понимаю, что буквально два клика мышка, и я избавлюсь от этого наваждения. Но... Ой, Шакля! Ладно. Хорошо. Спасибо большое... Любителям Варкрафта, что спасли меня от этого безобразия. Все. Так, у нас играет Мун против Сайда. Сайда не стоит недооценивать. Он показал в играх против Тиаша, что умеет в макро. Причем не просто нычку поставить, а пару бас поставить. Поконтролить в лимите 70-80 с баншами. Там с... Ну, понятное дело, здесь другая мета. Ложен замах будем делать? Сейчас направо. Ха, сделал ложный замах, но Мун не повелся. Красиво. Мун вызывает энтов. Новый висп. Как же он контролит? Смотрите, он на него вот перехвалил опять. Он отвел грамотно скелетов. Я уже думал, что и ДК избежит участи этой. Оп, хороший койл. Непонятно, правда, чем здесь сражаться. У козла еще пара прикопок есть. Это было просто великолепное, великолепное окружение. То есть это даже без доводок каких-то, без... Красиво. Красиво. Четко. Раз, два. Раз, два. Все. Да, интересно. Если бы Мун, во-первых, не вложил такое количество ресурсов, добил Гулю, потому что знал, что так грамотно... Ну, здесь вот на косяхе шел немножко с окружением. Если бы это был не Мун, а кто-то, кто не так жестко контролит, это не так жестко вкладывается в Харас, то могли быть проблемы. Ну, то есть экспант можно было и поставить, в общем-то. Чувак, Калит живой, гульки живые, но три виспа, и сайт решил, что лучше сделать апгрейд. Экспант мы заказать успеем. Тут все со всеми играют. Да, все со всеми. Одна большая группа, счастливая. На семь человек. Каждый с каждым. Бо три. Четверо выходит в плей-офф. Сегодня, завтра играем группы. Соответственно, завтра... Так, кстати, надо стоп-старт делать.